Здравствуйте, меня зовут Алексей Исаев. Сегодня я провел лекцию «Сталинградская битва. Значимый успех советских танковых войск», посвященную 72-й годовщине завершения Сталинградской битвы. Для тех, кто не смог посетить нашу лекцию, представляется эта видеоверсия. Тема моей сегодняшней лекции «Сталинградская битва» с упором на боевое применение танков, и я буду рассказывать о ее наступательной фазе, то есть, собственно, операции «Уран» и последующих событиях. Перед началом зимней кампании у обеих сторон были, естественно, планы действий на эту зимнюю кампанию, и в отличие от предыдущих периодов, они были диаметрально противоположными. Немецкое командование исходило из оперативного приказа Гитлера, который был отдан еще 14 октября 1942 года в разгар уличных боев за Сталинград, о переходе к обороне. Заявлялось, что цели летней кампании достигнуты, хотя это, разумеется, было не так, ни о каком захвате кавказской нефти речи не было. Задачи, поставленные планом летней кампании, тем самым выполнены не были, но, тем не менее, немецкое командование считало свое положение достаточно устойчивым. В течение конца лета и начала осени немецкие армии на разных участках фронта вполне успешно отбивали атаки советских танковых войск, и немцы считали, что противник обескровлен. По крайней мере, такой вывод они делали из докладов из войск, которые, естественно, были завышенными, но, справедливости ради, надо сказать, что потери танков и под Воронежем, и под Сталинградом были довольно высокими. Фронт, вот эта вот группа армии Б вдоль Дона, примерно, считался достаточно устойчивым. Красная армия после летних поражений и достаточно тяжелых позиционных боев под Сталинградом стремилась вырвать у противника стратегическую инициативу, навязать свою волю и точно так же, как предыдущей зимой 1941-1942 годов, широкомасштабным наступлением отбросить противника на запад. Жуков 3 ноября 1942 года говорил даже вполне однозначную фразу «добиться решающего для нас перелома в ходе войны». Однако, нельзя сказать, что подготовка к зимней кампании шла без сучка и задоринки. Одна из известных историй на эту тему – это так называемое письмо Вольского, командира механизированного корпуса, который готовился к новой операции, о том, что операция не готова, я не верю в успех, мы не сумеем прорвать оборону. В общем, письмо было, прямо скажем, паническое. Позднее, после войны, Василевский пересказывал это письмо Симонову, я бы так сказал, с ироническим оттенком. Вот товарищ Вольский, паникер и представитель ставки на фронтах, которые находились под Сталинградом, Василевский, говорил о том, что это письмо вызвало у него удивление. Однако, здесь, пожалуй, Василевский не то чтобы лукавил, но, во всяком случае, излагал Симонову несколько сглаженную версию событий. Если мы обратимся к документам, то как раз-таки Вольский отнюдь не выглядит человеком, который разводит напрасную панику. Свежесформированные механизированные корпуса, которые должны были впервые пойти в бой в зимней кампании, были подготовлены, не сказать, чтобы блестяще. В документах того периода вполне откровенно признается, что масса людей, севших за рычаги танков и за рукой управления орудиями, садились за них в первый раз в боевых условиях. Подготовлены были не сказать, чтобы хорошо и, вообще говоря, когда Вольский писал свое письмо, я, честно говоря, не сомневаюсь в том, что такое письмо было. Я думаю, что он это все писал после изучения документов и личного знакомства с реальной подготовкой вверенных ему бригад. Еще одной проблемой было то, что после летних неудач 1942 года, когда Красная Армия многократно пыталась переходить в наступление с использованием и стрелковых соединений, в том числе свежих, и танков, ничего не получалось. И более того, ураганный огонь противника, который встречал советские войска под Джевом и под Сталинградом, выкашивал второй и третий эшелоны и последующие эшелоны соединений, которые еще даже не видели противника. То есть солдаты могли погибнуть или получить ранения еще до того, как увидели противника. Реакцией на это стал приказ от 8 октября 1942 года, приказ наркома обороны с подписью Сталина, в котором предписывалось строить боевые порядки в один эшелон. И здесь, собственно, это показано. Вот одна из дивизий, изготовившихся к наступлению в ходе операции «Уран». В ней все три ее полка стоят в один эшелон, на фронте 6 километров, и в качестве резерва выделены стрелковая рота, стрелковая рота и стрелковый батальон. Казалось бы, в этом случае полки могут одновременно участвовать в бою, использовать всю свою огневую мощь, в том числе стрелкового оружия, для поражения противника. Но чувство это было несколько обманчивое, поскольку командир дивизии лишался использования каких-либо крупных резервов на направлении наметившегося успеха. Но, тем не менее, этот приказ наркома обороны был действующим, и перед началом операции «Уран» боевые порядки войск строились именно исходя из этого приказа, причем везде. Отклонений не было. То же самое, кстати, было под Ржевом. То есть вот этот приказ, который был на самом деле шагом назад, и, я бы так сказал, одноэшелонной ересью, он был действующим. И это прибавляло еще один фактор в минус грядущей операции «Уран». Для операции «Уран» советское командование решило использовать самостоятельные механизирные соединения. Были сведены они в танковую армию. Несмотря на некоторые ограниченные успехи использования танковых корпусов летом 1942 года, в них не перестали верить, точно так же, как не перестали верить в мощь танковых армий. И 5-я танковая армия должна была участвовать в операции «Уран» и, более того, сыграть в нем одну из важнейших ролей. Однако проблемой Красной Армии и танковых войск Красной Армии того периода было большое количество танков из автомобильных агрегатов. Вот приведена статистика о том, что, собственно, в 5-й танковой армии, в двух ее танковых корпусах, было огромное количество легких танков, причем не только даже Т-70, который изображен на фотографии, но и Т-60. Это, естественно, тоже не прибавляло шансов на успех крупного наступления, поскольку легкие танки, естественно, легче поражались немецкими противотанковыми орудиями, тем более, что к тому моменту немцы уже обзавелись в достаточных количествах, новыми, как они называли, тяжелыми тогда 75-мм противотанковыми пушками, готовились выкашивать, точно так же, как это происходило в сентябре или в августе 42-го года, атакующие советские танки. Таким образом, если бы осенью 42-го года операция «Уран» не увенчалась успехом, то факторов к тому, чтобы она провалилась, было более чем достаточно. Что называется, историки гипотетического будущего писали бы и про большое количество легких танков, и про проблемы с подготовкой, малую практику вождения, и о том, что бойцы в боях не участвовали, танкисты, и вот это построение, я бы так сказал, даже не архаичное, оно просто было метанием в сторону и не было оправдано с точки зрения военной науки. Был вместе с тем и фактор, который играл на руку «Урану». Дело в том, что осенью 1942 года в Красной Армии формировались принципиально новые соединения, это механизированные корпуса. Точно так же, как и танковые корпуса, они состояли из бригад, но бригады это были механизированные, численность их была гораздо больше. Как правило, в мехкорпусе одна бригада была танковой, и вот очень хорошо видно по численности эта схемка, это достаточно стандартная схемка организации, так еще до войны изображали структуры соединений различных. Танковая бригада чуть больше тысячи человек, механизированные бригады 3,5 тысячи человек с танковым полком. Это огромная масса по советским меркам пехоты, мото-пехоты, которая позволяла, прорываясь в глубину, захватывать какие-то важные пункты и их удерживать. И в последующем это сыграет, как я покажу, весьма важную роль. Механизированные корпуса весьма внушительной численности, почти 14 тысяч человек, по крайней мере, по штату, давали хороший шанс на их использование в бою, особенно в условиях прорыва. Собственно, операция «Уран» одним из ее козырей, и, я бы так сказал, ключевым моментом, сделавшим основу для ее успеха, это были механизированные корпуса, которые составляли огромную долю в численности тех армий, которые должны были наступать к югу от Сталинграда. К югу от Сталинграда находятся, в общем-то, безлюдные степи, и наступать там обычными способами, так как наступали, например, под Ржевом, или даже в ходе наступления Юго-Западного фронта в том же Уране. То есть большие массы пехоты, танки в качестве ее непосредственной поддержки и в качестве эшелона развития успеха, это было нереализуемо. Поэтому к югу от Сталинграда были собраны мощнейшие силы с точки зрения доли механизированных соединений. Она была весьма высока с точки зрения армии в целом. Если обычно в вооруженных силах лишь одна десятая часть численности составляли подвижные соединения, они были элитой, то в советской группировке к югу от Сталинграда, вот этих безлюдных степях, почти треть составляли механизированные корпуса, то есть были такие большие по своей численности и личного состава, и танков соединения, которые должны были по голой степи, опираясь только на свое собственное снабжение, на свои собственные грузовики, прорываться вперед и сокрушать противника. Фактором неопределенности в операции «Уран» были румыны. Ввязавшись в тяжелые бои за Сталинград, в том числе в самом городе немцы, вынужденно поставили на флангах своих союзников, румын. И румыны по своей подготовке, естественно, уступали немцев. Это была крестьянская страна, брать в достаточном количестве квалифицированных офицеров из среднего класса было неоткуда. И когда румыны ближе знакомились с тем противником, которым им предстояло сражаться, они впадали в некоторое уныние. Им, естественно, немцы с барского плеча давали технику, в том числе, например, противотанковое орудие. Но когда румыны разглядывали танки, вот они разглядывают танк, причем свежего выпуска где-то после августа 1942 года, скорее всего, в бою где-нибудь в сентябре, подбитый, вытащенный с поля боя, использовался как экспонат для тренировки противотанковых расчетов. По крайней мере, в подписи к этой фотографии было указано, что это элемент подготовки противотанкистов. Также с барского плеча немцы дали румынам свои танки, в данном случае это поздняя версия тройки. Так, основным танком румын были Р-2, то есть аналог 35Т, выпускавшийся для Румынии. Когда румыны попытались с помощью пушечки 37-мм этого танка пострелять по Т-34, результаты, естественно, были разочаровывающими. Основную массу румынской танковой дивизии, тем не менее, составляли вот эти танки. Но, тем не менее, в бою с Т-70, эта машина, по крайней мере, могла что-то из себя представлять. Кроме того, в румынской танковой дивизии была и мотопехота, и моторизованная артиллерия. Я поэтому не зря назвал, что это был элемент неопределенности. Удастся ли сломить румын в условиях, когда есть приказ номер 306, есть куча проблем с подготовкой, было неясно. Операция «Уран» началась 19 ноября 1942 года, и традиционно в этот день празднуется День артиллерии, поскольку действительно артиллерия сыграла ключевую роль в прорыве фронта противника. Несмотря на то, что Сталин крайне настойчиво писал о том, что не начинать операцию, когда нельзя задействовать авиацию, только когда мы добьемся преимущества в воздухе, мы сможем победить немцев. Тем не менее, операция началась в условиях плохой видимости, тумана, снегопада, и основную роль в поражении обороны противника взяла на себя артиллерия. Практически сразу пришлось вводить, в середине дня 19 ноября пришлось вводить в бой танковые корпуса 5-й танковой армии. Поскольку вот это построение по приказу номер 306, когда все стрелковые полки дивизии пошли плечом к плечу в бой, оно быстро привело к тому, что на участках, где румынская оборона затрещала, посыпалась, и румыны побежали, нечем было развивать успех. У командиров стрелковых дивизий не было возможности вбросить даже батальон лишний в бой, не говоря уже о том, чтобы ударить полком там, где наметился успех и где оборона сыпется. Поэтому наступление застопорилось, не сказать, чтобы оно остановилось, но тем не менее темпы его были неудовлетворительными. Для командования было решено вводить в бой танки. Два танковых корпуса, большая масса техники, как я уже выше показывал, более 400 штук, они пошли в бой, но, собственно, вот этот вот приказ номер 306 негативно сыграл на том, как прошел первый день наступления. Когда танки были вынуждены допрорывать оборону, из-за того, что стрелковые дивизии не могли это делать за счет своих вторых и даже третьих эшелонов, это им стоило около 30% состава. Опять же, с учетом минных полей и прочего, то есть ввода в чистый прорыв не получилось. Но тем не менее, оборона румын была прорвана, и танковые корпуса устремились вглубь немецкой и румынской обороны. Вот здесь показана карта, что, собственно, происходило. В тыл немецкой 6-й армии ударили два танковых корпуса советской 5-й танковой армии. Здесь они напоролись на резерв немецкий, 22-ю танковую дивизию. И это та самая знаменитая дивизия, у которой проводку танков съели мыши. Это действительно подтвержденный случай, в том числе и истории соединения. Дивизия долгое время находилась в резерве. И когда началось советское наступление, и пришел час заводить моторы и идти в бой, то выяснилось, что у части танков проводка съедена мышами, и машины остались на месте неподвижными. Также у немцев имело место метание в том, где использовать эту 22-ю танковую дивизию, то ли подпирать фронт обороны под Клёцкой румынской обороны, то ли под Большой Дончинкой, где, собственно, на румынскую оборону прорывала советская 5-я танковая армия. И надо сказать, что плохая погода стала, если, например, в операции «Марс» она сыграла отрицательную роль, ну, по крайней мере, считается, что она сыграла отрицательную роль, то в «Уране» плохая погода сыграла исключительно позитивную роль, ввиду того, что вот эти вот прорывающиеся вперед советские танковые бригады были скрыты густым туманом и низкой облачностью от немецко-разведывательной и ударной авиации. Поэтому, например, наступающий 26-й танковый корпус на ночную пополнение горючим, восстановлением отчасти и элементарный отдых людей, встал в степи, открытая степь, вокруг, что называется, ничего, отдельной деревце, в лучшем случае, ничем не укрытая, и если бы в воздухе в этот момент появилась немецкая авиация, она могла устроить ему изрядный погром, такой, как, например, пережил будущий, опять же, вот этот вот, тот же 26-й танковый корпус, став первым гвардейским, летом 43-го года на Курской дуге, когда в ходе наступления на Орловский выступ немецкая авиация практически только своими силами его остановила, его удар по макушке Орловской дуги. Здесь, благополучно скрываясь от немецкой авиации за туманом, советские танковые корпуса пробивались в глубину, и надо сказать, что здесь плохо сыграли и сами немцы. Дело в том, что, естественно, не все немцы были, как великий Фридрих, и поэтому на должности командиров соединений попадали, в том числе, не самые подходящие люди. В данном случае это командир 48-го корпуса Фердинанд Гейм, который, во-первых, ответственен за метание 22-й танковой дивизии между двумя плацдарами, а во-вторых, в целом за ее действия, прямо скажем, весьма пассивные. Он был уволен с должности, но его не расстреляли, а позднее он командовал, если не ошибаюсь, крепостью на Западном фронте. В чем выражалась пассивность использования 22-й танковой дивизии? Вместо того, чтобы бить во фланг наступающим советским частям вместе с танковой дивизией румын, то есть теоретически немцы и румыны могли ударить по флангам советской наступающей группировки, например, отрезать ее от тылов. Вместо этого 22-я танковая дивизия заняла статичную позицию, которая была благополучно обойдена первым танковым корпусом. Надо сказать, что первый танковый корпус тоже некоторое время попытался постучаться в эту оборону, то есть опыта действий подвижными соединениями все же не хватало, и поэтому сначала попытались постучаться в оборону 22-й танковой дивизии, потом его все же развернули и бросили дальше в наступление. В свою очередь соседний 26-й танковый корпус вот здесь, в Перелазовском, разгромил штаб румынской 3-й армии и здесь захватил массу трофеев. И в советских документах пишется о том, что увлеклись освоением трофеев танкисты и немного задержались. А тем не менее время работало против советских танковых войск в то время, как с одной стороны корпус Буркова пытался лоб в лоб сражаться с таким же пассивным деятелем из 22-й танковой дивизии, 48-го танкового корпуса немцы, из Сталинграда, то есть Сталинград здесь, на восток от района прорыва, начал быстро формировать боевые группы и перебрасывать для того, чтобы отразить советское наступление. Теперь можно уже показать, как это выглядело в общих чертах. То есть были спланированы классические канны, то есть удар по сходящимся направлениям с целью окружения противника. Вот 5-я танковая армия благополучно обходит 22-ю танковую дивизию. Румын смяли фактически, они потом за спиной уже советских механизированных частей прорвались из окружения, потеряв большую часть техники. Кавалерию бросили на внешний фронт окружения, а, соответственно, танки устремились к ключевому пункту, калач, и переправить через Дон в районе этого населенного пункта. В свою очередь с юга, как раз вот этих безлюдных степей, без дорог и каких-то внятных коммуникаций, ударили механизированные корпуса навстречу 5-й танковой армии. И вот то, что они могли идти сами, таща на себе на грузовиках, причем надо сказать, что грузовики были практически исключительно отечественного производства. То есть вся операция «Уран» проводилась на автомашинах советского производства. Ленд-лизовских машин было минимум. Использовались они максимум как тягачи артиллерии. А так вот эти вот массы людей и техники двигались с юга к калачу и с севера к калачу. А соответственно на перехваты от Сталинграда ехали боевые группы, которые спешно сформировал Паулюс, командующий 6-й немецкой армией, для того, чтобы предотвратить окружение своей армии. И собственно в ходе «Урана» советские части почувствовали вкус Блицкрига, как молниеносной войны, быстрого наступления, когда танки прорываются так глубоко, что противник даже и не думает о том, что здесь могут оказаться танки с мотопехотой не свои. Собственно именно так произошло с мостом под калачом. Когда советские танки из 26-го танкового корпуса, передовой отряд подошли к калачу, точнее к переправе через дону калача, их приняли за своих. Их приняли за свою учебную часть, которая подчинялась оберквартирмейстеру 6-й армии, которая была на 34-ках. Правда, 34-ки были другого типа. Вот снимок одной из машин этой части, оберквартирмейстера 6-й армии, это ярко выраженная Сталинградка. Вот с такой косынкой, с башней-пирожком. А в 26-м танковом корпусе были уже машины с башней-гайкой. И обратите внимание, с радиостанциями. То есть управление уже шло радиейное. И надо сказать, что советские танкисты, подходя к калачу, увидели следы летних боев. Около сотни подбитых танков после жестоких боев в излучине Дона в июле 42-го года. Теперь они пришли за то, чтобы отомстить за своих товарищей, погибших в тех боях. Тем не менее, к моменту захвата калача в 26-м танковом корпусе осталось всего 35 танков из 200. Кто-то вышел из строя по техническим причинам. Много было подбито, в том числе из-за допрорыва обороны. Поэтому, если бы немцы успели раньше к калачу, то результат мог быть непредсказуемым. Но Красная Армия училась действовать быстро. И самое главное, что было сделано, прорвались быстро к вот этому важнейшему населенному пункту, калач, и переправе через Дон. И соединиться смогли Сталинградский фронт и Юго-Западный фронт Ватутина. И основная коммуникация 6-й армии, железная дорога, которая шла, кстати, не через сам калач, она шла южнее, оказалась перехвачена, и главный козырь немецких войск, снабжение по хорошей магистрали и большое количество артиллерийских боеприпасов, оказался вырван из рук 6-й армии. Теперь они не могли расстреливать там по тысяче тонн боеприпасов в день и останавливать советские наступления. Вот та масса артиллерии, которая была в 6-й армии, и она стремительно становилась металлоломом. Однако немцы, естественно, не смирились с тем, что 6-я армия окружена, от прорыва наружу отказались, поскольку прорыв по голой степи почти 300 тысяч человек, в основном пехоты, то есть ходящей пешком, привел бы, скорее всего, к безжалостному избиению 6-й армии в степи и к потере большей части ее численности, поэтому Паулюсу сказали сидеть смирно в районе Сталинграда, занять оборону по внешнему фронту чистосоветских укреплений вот здесь. Здесь частично была занята оборудована еще летом советская линия обороны, с нее пытались сбить немцев, но сходу это делать еще в ноябре не получилось. Собственно, от мехкорпуса нельзя было требовать слишком многого. У него был фронт 60 километров на чуть больше, чем 10 тысяч человек. Это, в общем, очень много, и поэтому то, что танкисты не сбили со старых советских позиций, очень объяснимо. Для того, чтобы деблокировать Паулюса, с запада была прислана свежая 6-я танковая дивизия, которая после битвы под Москвой и тяжелых потерь в этой битве была выведена на запад, перевооружалась, получала новую технику, но, тем не менее, к моменту прибытия на советско-германский фронт в ней были еще танки Панцер-2. В принципе, нельзя сказать, что немцы успевали перевооружиться на новую технику, то есть, новейших Т-4 с длинноствольной пушкой было не так много, но, тем не менее, свежее соединение с бронетранспортерами, с моторизованной артиллерией было очень серьезным козырем, и немцы выдвигали его в район Котельникова. Выдвигали сюда для того, чтобы деблокировать окруженного Паулюса. Противником новейшей свежей танковой дивизии, в том числе, вооруженной новейшей техникой, стала архаичная кавалерия. Но эта архаичная кавалерия, хотя я руководил старый казак Тимофей Шапкин в этой фотографии, она, во-первых, располагала танками, во-вторых, противотанковыми орудиями. И надо сказать, что первый раунд кавалеристы выиграли, когда небольшую деревню Пахлебен они атаковали, уничтожили занявших там оборону немцев, и тем самым отодвинули дальше внешний фронт, с которого немцы могли стартовать на деблокирование Паулюса. Произошли сразу же танковые бои, и вот фотографии, сделанные одним из участников боев с немецкой стороны, у немцев просто физически было больше фотоаппаратов. немецкий танкист Ханс Вьерс делал фотографии как раз именно оттуда, поэтому вот эта 34-ка с башней-пирожком, это как раз-таки машина из 85-й танковой бригады. 3 декабря, когда произошло вот это первое столкновение, было потеряно всего 6 танков в ходе боя за Пахлебен, причем, что интересно, ответным огнем советских танков подбили из Пахлебена, вот из этой деревни, Сау-Мардер, находящий в Майоровском, довольно далеко, поскольку местность степная, но тем не менее дистанции хватило на то, чтобы разнести тонкобронированную самоходку-Мардер, вот как раз Вьерс привел ее фотографию. Это тоже была одна из новейших по тем временам следа они пошли с 42-го года артсистем и начали прореживать деблокирующую группировку. Однако, свежая дивизия это свежая дивизия, а кавалерийский корпус это все же немного больше по численности, чем стрелковая дивизия, и могущество механизированного корпуса он, разумеется, не обладает, поэтому следующий раунд прошел уже для советской стороны не столь благоприятно. Немцы всей массой ударили по Пахлебину, находявшимся там кавалеристом, который выполняли роль такой заменителя мотопехоты для танкистов 85-й танковой бригады, и вот эта атака на Пахлебин, которую в своих мемуарах Раус, командир 6-й танковой дивизии, он, точнее, даже не мемуар, а он рассказывал американцам о своем боевом опыте. Так вот, он сказал о некой эпической битве у Пахлебина, который был окружен, там перебиты кавалеристы, ужасные потери советских войск, но с документами это не очень стыкуется, и, собственно, атака на Пахлебин, благодаря тому, что его обороняли танки 85-й бригады и противотанковое орудие, прошло для немцев не столь благоприятно, и прореживание 6-й танковой дивизии продолжалось. То есть, атакующие танки подбивались, взрывались, и, прямо скажем, победа, в том плане, что выбили кавалеристов из Пахлебина и сдвинули немного фронта для дальнейшего удара, это прореживание, оно продолжилось, и тем самым кавалеристы, несмотря на свою архаичность, добились весьма существенного результата, задержали немцев, нанесли некоторые потери, и в следующую фазу они уже вступали, пусть немного, но ослабленными. Перед тем, как продолжить рассказывать про операцию «Зимняя гроза» деблокирования армии Паулюса, необходимо сказать немного о событиях, которые происходили на Чирском фронте. Собственно, это у нас события, которые происходили вот здесь. Здесь, на рубеже реки Чир, немцы из всяких вспомогательных подразделений, из эстонского полицейского батальона, шума, составили фронт, и он постепенно усиливался, в том числе, например, сюда приехал батальон радиоуправляемых танкеток «Боргвард», которые должны были штурмовать Сталинград, но к штурму уже не поспели, и здесь использовались как обычные танки, соответственно, танкетки использовались в боях с советской пехотой и мотострелками. Так вот, вот здесь образовался выступ, который советское командование всеми силами стремилось срезать. Соответственно, немцы стремились его удержать, и с этим эпизодом связано немало легенд, поскольку на общем неблагоприятном для себя фоне немцы, естественно, любили рассказывать про то, как где-то они русским нанесли большие потери, вообще устроили нечто ужасное, ужасное. Вот, это Мелентин, который у нас переводился, описывает, что 7 декабря советский танковый корпус форсировал реку Чир, прорвался в глубину, должен был окружить 336-ю пехотную дивизию, но тут прибывает бальк на белом танке Панцер-3, он наносит контрудар, и там 100 советских танков превращаются в костры. Если смотреть на ту же ситуацию по документам, как советским, только немецким, во-первых, выясняется, что никакого форсирования реки Чир здесь не было. Это был плацдарм, размером где-то 12 километров на 7 километров, такой уже немаленький плацдарм, образованный советскими частями, как стрелковыми, так и танковыми. Совхоз номер 79, за который разгорелся битва, находился в всего 6 километрах от передовой, то есть вот это вот красивое описание про глубокий прорыв массы советских танков, оно не соответствует вообще даже общей оперативной обстановке. Советское командование действительно стремясь срезать вот этот вот выступ 6-й армии, которому можно было ударом ее деблокировать. Вполне разумные действия предпринимала с плацдарма удар в глубину, по возможности окружить вот этот населенный пункт Суровкино, который как раз обороняли эстонские полицейские, они сумели сдержать удар передового отряда мотоциклистов. И потом их уже усилили, там появились уже вполне полноценные пехотные части, 336-я пехотная дивизия из резерва была выдвинута, 11-я из резерва, вот эти вот боевые группы Адам, Штумфельд, Штахель, это как раз таки были сборные отряды, включая там каких-то мясников и парикмахеров из Харькова. Но тем менее, советское наступление к совхозу 79 началось 7-го декабря, в этом Мелентин прав, наступление советское в этот момент было. Был немецкий контрудар, когда 11-я танковая дивизия ударила во фланг наступающим, здесь их встретили мотоциклисты из мотоциклетного полка, который вот пытался все время брать Суровкина. Они выступили в роли тех, кто сказал, немцы идут, соответственно, к удару немцев подготовились, и вот на линии вот этих высот немецкую атаку отразили, и максимум, что удалось достичь Бальку, это полуокружение, передовой, 206-й танковой бригады, 1-го танкового корпуса Будкова. Меллинтин, естественно, пишет про то, что всех окруженных никто не вырвался, всех уничтожили, убили, зарезали, съели, это, естественно, оказывается на поверку ерундой, поскольку, поудерживав совхоз номер 79 в течение нескольких часов и понимая, что обстановка к лучшему не меняется, командир бригады принимает решение пробиться из окружения и благополучно вот так вот не напрямую, вот если бы он попытался пробиться напрямую по той линии, которой он наступал, возможно, он бы потерпел неудачу. А так, комбриг сработал грамотно и, можно сказать, бочком-бочком через вот этот собранный из всяких мясников и парикмахеров багаж Тумфельд боевую группу он вышел к плацдарму, соединился с основными силами корпуса и потери советские в этих боях, они исчисляются, в общем-то, по крайней мере, вот для бригады окруженной, это единицы танков. Она и так уже была изрядно потрепанная к декабрю, потому что наступление стоило недешево и оставшаяся легенда она не имеет просто абсолютно никакой реакции с действительностью. Но, тем не менее, вот эти бои на Чирском фронте, они сыграли свою роль в том, как развивались дальнейшие события. Собственно, зимняя гроза, немецкая операция по деблокированию армии Паулюса состояла из коварного плана двух ударов. Один удар был логичный, как бы советское командование это ожидало, собственно, предпринимало действия, вот это описываемый только что событие, это они происходили вот здесь, когда пытались срезать вот этот выступ и удлинить для немцев удар на Сталинград. Вот эта Тормосинская группировка, как она проходила в советских документах, могла по кратчайшему расстоянию, тут примерно 45 километров, деблокировать Паулюса. И прежде всего на противодействие ей все было нацелено. А коварство немецкого плана заключалось в том, что главный удар, собственно, свежими силами 6-й танковой дивизии должен был быть нанесен вдоль железной дороги от Котельникова в направлении на Сталинград. И здесь были собраны наиболее боеспособные силы. От вот этого удара вскоре отказались, в том числе и ввиду событий, о которых я говорил только что, многочисленные советские контрудары, которые привели бы к тому, что если бы немцы пошли на Сталинград, и бы просто ударили во фланг и отрезали, ничем бы хорошим это для них не закончилось, и они решили с этим не связываться. И вот эта вот часть Зимней Грозы, она фактически даже и не приступали к ее реализации. А вот советское командование вот этот удар недооценивало. То есть потом, позднее в мемуарах, естественно, Еременко рассказал, что он сердцем чувствовал, что ударит отсюда. В журнале боевых действий Сталинградского фронта ничего такого не написано, и прямым текстом написано основной удар Тормосина. И, собственно, вот советская разведка незадолго на начало Зимней Грозы говорила о том, что главный удар будет здесь. И вот это прибавляло интриги в то, чтобы уран все же получился. Удар, который последовал от Котельникова, то есть удар по длинному расстоянию, там было почти 100 километров до Сталинграда, тем менее немцы сочли, что лучше ударить издалека, но по более слабой советской обороне. Этот расчет в какой-то момент оправдался. Вот здесь находилась 32-я стрелковая дивизия, достаточно уже слабая, она изначально была слабой, численность около 4 тысяч человек, по ней бьет свежая 6-я танковая дивизия, сметает, и, как писалось в советских документах, разрозненные части собираются, где вот в районе Водянского, Шостаково, то есть первый удар немцев был, можно сказать, сокрушительным, и проходил на этот раз при поддержке авиации. И, собственно, в первый день немцы даже подумали, а где противник? Почему так легко у нас получилось пробить оборону? Удар был действительно неожиданным для советского командования, и, казалось бы, все, дорога на Сталинград открыта. Задержки немцев способствовало то, что вот переправу через Аксай, которую они построили, она сломалась под грузом одного из танков, то есть построили они деревянную, достаточно слабо, плохо, она элементарно сломалась под грузом четверки, на ее ремонт был потрачен много времени. Тем временем, советское командование, которое почувствовало, что дела поворачиваются совсем не так, как хотелось бы, и вот этот вот удар, он грозит прорывом на соединение с Паулюсом, принимает срочные меры. Что это за меры? Вот отсюда с внутреннего фронта снимается механизирный корпус Вольского, который писал то самое жалобное письмо, и бросают навстречу немцев в направлении рубежа реки Аксай, вот сюда. Немцы пытаются развить наступление к населенному пункту Верхний Кумский. 13 числа МЕКОРПУС получает приказ, поскольку он полностью моторизован, быстро, сравнительно выдвигается к назначенному участку фронта. Немцы какое-то время тратят время на организацию обороны вокруг плацдарма, и вот этот Верхний Кумский занимается только бронегруппой, то есть танки, бронетранспортеры, немного артиллерии, вот фотографии опять же того же танкиста Ханса Вьерса, вот этот вот заброшенный, можно сказать, такой, находящийся посреди открытой степи Верхний Кумский, они пытаются его удержать, приезжает механизированный корпус Вольского и решительной атакой выбивает немецкую бронегруппу из Кумского. Кроме того, был задействован еще полк огнеметных танков. Во своих мемуарах, точнее даже не мемуарах, о обзоре, написанном для американцев, Раус рассказывает про некое вращающееся сражение, когда его дивизия ходила кругами вокруг Верхний Кумского и крошила толпы танков монголов. Во-первых, он ошибается с датой. 13-го числа здесь никого не было. 13-го числа, когда он привязывает это сражение, еще только выдвигались советские части, в том числе и 4-ми корпусы, танковые бригады. Во-вторых, исход боев для немцев оказался в этот день как раз таки отрицательным. Уж не знаю, что они там вращались, было потеряно 4-м мегкорпусом, которым было к тому моменту 107 танков, всего лишь меньше десятка машин в бою. Отбили Верхний Кумский, заставили немцев отойти и собственно первый раунд опять же как кавалеристы Шапкина выигрывают. Следующим раундом стало сражение за Верхний Кумский, уже занятый советскими частями. Сюда, кстати, отошли в том числе остатки 32-й дивизии. И самым грамотным решением Вольского было то, что он переправил свою одну бригаду 36-ю механизированную через реку Аксэ. Представьте, противник наступает можно сказать ему в тыл, а он ведет классическое маневренное сражение, переправляет свои танки и ставит во фланг противнику. И немцы были вынуждены возиться еще и с 36-й бригадой, находящейся в районе такого же затерянного хутора Водянский. Распыляют силы, атака на Верхний Кумский у них по большому счету проваливается. Советские мотострелки и пехотинцы из побитой 32-й дивизии успевают окопаться. Нарыли, как выражаются немцы, лисьих нор. Но это на самом деле в Красной Армии использовалось этот термин. Танки используются для контратак. Там хорошо себя показал подполковник Ази Асланов, чеченец по национальности, который, в общем, очень грамотно управлял уверенными ему танками. И, по сути, опять же, Верхний Кумский немцы берут с очень большим трудом только после того, как подтягивается 17-го числа еще одна 17-танковая дивизия, в которой было мало танков, но было достаточно мантопехоты, моторизованная артиллерия, она сняла некую нагрузку с фланга. И в этот момент уже на рубеж Икимышкова выдвигается 2-я гвардейская армия. События, которые описаны в фильме и книге «Горячий снег» Бондарева. По сути, на этом зимняя гроза, ее можно считать законченной, поскольку поначалу в первые дни боев 15-16 числа еще у советского командования мало сил только мегкорпус, а позднее выдвигается стрелковая часть, потому что выдвигаются они в изрядном беспорядке, без топлива выгружается, в общем, вот этот вот хаос, который, на преодоление которого понадобилось несколько дней, его взял на себя 4-й механизированный корпус, и именно его грамотные действия и маневренные бои, и упорная оборона привели к тому, что, по сути, зимняя гроза оказалась поставлена под угрозу полного провала. Советские войска начинают операцию «Малый Сатурн» на другом участке фронта к северу от Сталинграда, я бы даже сказал, с северу от Клёцка, от того момента, где начинались наступательные действия урана, и немцы вынуждены отступать. И 6-я танковая дивизия, которая приехала свеженькой, она сразу проседает до 32-х танков к 8-му января. Реально, даже раньше она просела, потому что все танки, которые были подбиты в боях у Верхнекумского, у Котельникова, они были брошены на местах, где собирались машины неисправные. Поэтому сразу резкий, резкое падение численности. Соответственно, 6-я танковая дивизия У была примерно под Рождество, а точка в Зимней Грозе была поставлена в сущности 20-го декабря 42-го года, когда в ходе переговоров группа Армидон, которая командовала Манштейн, которые, собственно, подчинялись и 48-й корпус, и 57-й корпус, которые пытались деблокировать. И вот начальник штаба этой группы Армидон, Шульц, пытался уговорить начальника штаба 6-й армии Шмидта на то, чтобы прорываться наружу, потому что вот это расстояние составляло 48 километров. Это был последний шанс прорваться из окружения. Но, тем не менее, Шмидт говорил о том, что ой, у нас не хватает горючего, давайте нам самолеты подвезут, как мы будем наступать, в общем, я бы так сказал всячески, тупил, тормозил, и в итоге шанс был упущен. Когда потом, позднее, немецкие генералы писали о том, что во всем виноват Гитлер, они сильно лукавили, поскольку решение было принято внутри 6-й армии. То есть возможность прорыва и его, так сказать, реализуемость зависела от их решений, от того, сумеют ли они выбрать момент для прорыва. На самом деле, имеющимся горючим, например, по мэркам 44-го года, скорее всего, обошлись бы. И смогли, по крайней мере, с большими потерями, пробиться на соединение со своими. Но шанс этот был упущен, упущен не из-за каких-то там приказов из Берлина, а, собственно, из-за того, что Шмидт и Паулюс не приняли нужных решений в тот момент, когда начинается операция «Малый Сатурн», и вот эта вот группировка ударная разбирается, уезжает на другой участок фронта и оставляет тот, что называется, ремонтный фон, который собирают советские танкисты. То есть, переходит в наступление, и вот этот вот весь металлолом, который, танки, подбитые под Верхнекумским, под Котельниково, становится трофеем Красной Армии. То есть, это машины из 6-й танковой дивизии, которые были брошены ввиду невозможности эвакуировать. Поэтому попытка деблокировать армию Паулюса, она провалилась и имела весьма, прямо скажем, призрачные шансы на успех, несмотря на то, что ударили там, где не ожидали. Последним аккордом боев за Сталинград должны были стать бои, собственно, с окруженной 6-й армией операция «Кольцо». Здесь было противоречие в рядах Советского Верховного Командования, которое заключалось в разнице подходов к тому, как, собственно, добивать вот этого окруженного зверя в районе Сталинграда, который оказался гораздо больше и толще, чем мы рассчитывали. Потому что рассчитывали окружить 80-100 тысяч, а окружили по факту почти 300 тысяч, включая румын. Больше всего опасались того, что вот с этого западного фаса котла немцы начнут прорываться. Пусть тут расстояние большое к тому моменту, но эти опасения не оставались. И поэтому думали о том, что раздавить в первую очередь вот эту западную группировку. Воронов, представитель ставки, который был прислан вместо Василевского, который теперь координировал наступательные действия, предлагал удар с запада на восток, на Сталинград. И фактически нацелился на то, чтобы сразу отбросить противника как можно дальше от западного фаса котла и тем самым разрушить любые надежды на прорыв. Однако ставка в лице товарища Сталина и товарища Жукова его мягко, но настойчиво уговаривала о том, что все же окружение принято уничтожать путем дробления. То есть предлагалось несколько дробящих ударов. Отрезание заводской части ударом 66-62-й армии, отрезание вот этой вот наиболее опасной западной части, опять же ударом по сходящимся направлениям. И товарищ Сталин говорит, ну опасайтесь у прорыва, ну хорошо, хоть тут-то организуйте окружение, и вот тут-то организуйте окружение, собственно, вот план, который должен был быть реализован. Но тем не менее, командование Донского фронта в лице Рокоссовского и представителя ставки Воронова все же ориентировалось на вот этот могучий удар на Сталинград, который, ну с одной стороны, был, конечно, простым и красивым решением, но тем не менее, не соответствующим каноном тому, как уничтожают окруженцев. Для сокрушения немцев был собран могучий артиллерийский танковый кулак. Надо сказать, что именно здесь в операции Кольцо впервые пошли в бой британские Черчилли, тяжелые танки, которые поступили к началу 43-го года в количестве больше 200 единиц, и два полка 47-й и 48-й гвардейские тяжелые танковые участвовали в операции Кольцо. С самого начала участвовал 47-й, потом где-то в середине января подтянулся 48-й полк. Его машины сфотографированы были на улицах Киева, но вполне возможно, что те же самые, которые участвовали в операции Кольцо. Но наиболее многочисленные группы были тяжелые танки КВ, их было 110 единиц, почти половина из общего числа. Еще был собран мощный артиллерийский кулак, я его в своей книге назвал гидравлический пресс, для того, чтобы раздавить терминатора 6-й армии. Собрали мощную артиллерийскую группировку, вот на этом фото советские солдаты рассматривают караульные боты немецкие, но вот, что интересно, на заднем плане, это очень хорошо известное фото, стоит мощная пушка, МЛ-20, 152 мм, гаубица пушка, которая была основным игроком в крупных советских наступлениях, с сокрушением прочной немецкой обороны. И плотность была доведена до весьма высоких величин, особенно с учетом того, что сокрушали окруженцев, 167 орудий и минометов на 1 км фронта. За 200 орудий на 1 км фронта плотности зашкалятся уже позже, где-то летом 1943 года. Что же было на другой стороне? На другой стороне оборонялись как раз-таки в западной части Котла наиболее боеспособной немецкой части. 29-я моторизованная дивизия, которая была самой многочисленной во всей армии Паулюса. Фактически вот здесь, где планировали наносить удар, оборонялась самая боеспособная дивизия всей армии Паулюса. Все остальные были уже изрядно потрепаны, истощены, в том числе боями в городе, которые происходили после окружения. Ну и элементарно из-за плохого снабжения сильно просили, но на западном фасе была самая боеспособная дивизия. Вот эту самую боеспособную дивизию должны были атаковать. Вот ставка мягко говорила, давайте режьте пополам, режьте пополам. Разумнее было, конечно, бить отсюда, из района Котлубани, Самофаловки, на юг, и, соответственно, отсюда на север. Команда Унифронта говорила, что вот тут много балок проходящих, оврагов, проходящих с запада на восток. Здесь мы наступать не хотим, кроме того, здесь было, я бы так сказал, практически кладбище советских танков после неудачных наступлений сентября месяца. Я думаю, что мало у кого, опять же, возникал энтузиазм наступать мимо вот этого массы стоящих обгорелых Т-4 и Т-70. Поэтому решили все же бить с запада. Грубой силой сокрушить противника. Грубой силой артиллерийским ударом. В общем-то, тоже имеет право. Началась операция действительно мощным артиллерийским ударом, но все же без дробления котла на часть. То есть немцев, так как изначально планировали Рокоссовский с Вороном, гнали с запада на восток, постепенно отбирая у них аэродромы снабжения. Главный из них был питомник. То самое основное, что зависело от этих аэродромов, это у них были системы радионаведения, для того, чтобы сажать самолеты в том числе ночью. И поэтому, когда у немцев отобрали питомник и гумрак потом уже ближе к Сталинграду, снабжение 6-й армии просто рассыпалось. Оно и так-то было достаточно слабым и неотвечающим потребностям, а так оно просто рассыпалось и самолеты, которые пытались сажать на другие аэродромы, не оборудованы этой сложной приводной системой, это приводило только к катастрофе. Что же происходило с точки зрения танков? Действительно, вот эта вот мощная группировка танков, когда масса КВ, некое количество Черчиллей, 34-ок и разных Т-60, был даже один сирота такая, один Валентайн на весь фронт. Буквально за три дня вот эта масса танков была выкашена наполовину. То есть удар вот этот с запада, он был решением тяжелым, и в том числе тяжелым с точки зрения потерь, когда за первые три дня операции были понесены даже большие потери, чем за все остальной период, когда действительно количество танков проседало, но уже не так резко, как это происходило ранее. Добившись силового разгрома вот этой сильной западной группировки, дальше немцев гнали к Сталинграду, в Сталинграде уже рассекли на две части, в Сталинграде крупных танковых боев естественно уже не было, в сторону насчитывали единицы боевых машин, и ввиду нехватки топлива, немецкие танки и самоходки были обездвижены, и в боях не участвовали, армию добивали, можно сказать, уже в пехотном бою. Вот один из снимков, который показывает именно машины изнутри котла, то есть те танки, которые были захвачены уже в финальных боях, 16-танковой дивизия была разгромлена внутри Сталинграда. Для Красной Армии операция Уран стала дебютом и самым успешным прецедентом использования танковых войск. Советские танковые войска впервые, до этого все же были половинчатые успехи, прерывание каких-то планов противника, нанесение неких потерь, поворот каких-то частей немецких, а вот это, это был уже решительный успех, это был удар на большую глубину, который немцы не ожидали, и удар, приведший к решительному результату в лице окружения самой многочисленной немецкой армии на Советско-германском фронте. Этот успех достигнут был прежде всего танковыми войсками. Это и танковая армия, вот эти два танковых корпуса, которые вынуждены были допрорывать оборону из-за приказа наркома обороны номер 306, то есть фактически они же были ответственны в том числе доламывания румынской обороны, и механизированные корпуса, которые на своих плечах вытащили как удар в глубину образования внутреннего фронта окружения, так и отражение зимней грозы. Поэтому Сталинградская битва это дебют, успешный дебют советских механизированных соединений, которые позднее в все больших масштабах танковой армии, к концу войны их будет 6 штук, на тот момент было на самом деле две, несмотря на номер пятый, и они станут главным инструментом разгромов, когда наносятся неожиданные удары, в том числе с направлений, которых не ждут, как здесь, из пустынных районов к югу от Сталинграда, и с быстротой до того, как противник отреагирует, котел замыкается. Точно так же по такой же механизме, например, происходило окружение первой танковой армии Хубе под Каменец-Подольском, но там вот этот вот Шульц, о котором я говорил, начальник штаба группы Армидона, он тогда командовал корпусом, уже тогда никто не сомневался, и немцы просто побежали. Вот в ноябре 1942 года они на что-то надеялись, и поэтому немецкие потери по итогам окружения 6-й армии были превышены только летом 1944 года в Багратионе. это был эпический разгром, который является заслугой прежде всего советских танкистов. Первый вопрос. Вы сказали о том, что потери советских танковых корпусов, которые вынуждены были прорывать оборону, составили в первые дни на 30%. Это все-таки румыны их напили? Да, как ни странно, это румыны, которым дали немецкие противотанковые пушки. Там были какие-то заблудшие немецкие штурм-дешутцы, но в первый день это подрывы на минах и румыны. То есть румынский фактор не такой немножко саркастический, он все-таки оказался серьезным. Румыны не были небоиспособным стадом. Они обладали какими-то возможностями, но, естественно, ниже, чем немцы. о других своих передачах говорить о том, что судьбу 6-й армии окруженные решили сами, генералы 6-й армии Шмидт и Павел Лес. Есть какой-то зафиксированный документ, который бы за подписью или за авторством Гитлера или кого-то из УКВ или из УКХ, который бы фиксировал разрешение 6-й армии на деплокирующий там из кольца и с валома. Потому что обычно гораздо более широко странен документ, в котором Гитлер говорил о том, что Сталинград крепость, держаться круговая оборона. Здесь ситуация следующая. Действительно, в начале в ноябре месяце был приказ о том, что Сталинград объявлен крепостью, но командующим группы Армидон Манштейном проводилась операция «Зимняя гроза». Именно Манштейн решал, когда давать приказ на прорыв изнутри котла. Гитлером было ему дано разрешение давать сигнал Доннершлаг на то, чтобы 6-я армия бьет изнутри к нему навстречу. Понятно, что это не означало разрешение бросать все и бежать навстречу в любом случае, но тем менее, полномочия у Манштейна были. И это зафиксировано в документах, в том числе по «Зимней грозе». А вот эти переговоры, о которых я говорил, шли, они тоже документально зафиксированы. Это из фондов группы «Армидонг», переговоры по радиус двух начальников штабов. Они никогда не упоминают ни Гитлера, ни крепость. Они обсуждают такие вещи, как количество раненых, возможности их перевести, запасы горючего. и по сути Манштейн не воспользовался своим правом дать приказ. То есть, видя неготовность той стороны по результатам переговоров, он не воспользовался данным ему полномочием дать приказ Даннершлаг на прорыв. Гитлер, вопреки распространенным заблуждениям, он очень много отдавал на откуп людей, которые находятся на месте. Это, в общем-то, логично. Они им виднее. И поэтому Манштейн, как командующий группой армий, которому подчинялась 6-я армия, он мог сделать то, даже напрямую приказать Паулюса что-то делать. Но он это делать не стал и считается, что он это не стал делать, поскольку армия Паулюса сковывала на своем периметре немалые советские силы. Поэтому он предпочел во имя сохранения своей группы армий Дон отдать на заклание Паулюса. То есть, если сам Паулюс с Шмидтом не горят желанием пробиваться навстречу, то, ну, ребят, как хотите. Мне и так хорошо. У меня, так сказать, если сидящие на периметре котла советские армии ударят по группе Армий Дон, то результат будет непредсказуемым. Поэтому сидите, а я буду входить. И вот это такое достаточно циничное решение. Оно было решением все же Манштейна, а не Гитлера. Другой вопрос, что Гитлеру ситуация-то она была, так сказать, многогранной, и на совести Гитлера находится другой приказ. Когда уже операция «Зимняя гроза» была свернута, и Паулюс попросил фактически разрешение на капитуляцию, на то, чтобы ввиду безвыходности своего положения капитулировать перед лицом превосходящего сил Красной Армии. И вот этого разрешения ему уже не дал Гитлер, поскольку Паулюс блокировал Сталинградский железнодорожный узел, и уже в безнадежной с точки зрения деблокирования ситуации проще было отдать его на заклание, на то, чтобы он сопротивлялся до конца в крепости, и таким образом максимально отдалил для Красной Армии возможность использования Сталинградского железнодорожного узла. Поэтому наблюдается такая как синусоида. Крепость, потом добро делать что хочешь. А уже в январе, когда началась операция Кольцо, уже снова крепость, ребята, держитесь самоубийственно ради удержания Сталинградского железнодорожного узла. Алексей, а деблокирование рассматривалось как уход из Сталинграда, или и Сталинград держим, и еще и деблокируемся? Поначалу просто деблокируют, но вообще говоря, приказ Донершлаг он мог, он допускал то, что будет выходить или частично или вся 6-я армия по пробитому коридору. То есть, в принципе, такая возможность тоже рассматривалась, поскольку усиление группы Армидон за счет дивизии 6-й армии тоже было большим для немцев достижением. Спасибо. У меня вопрос о сравнении летних боев и осенних. Вы сказали, что во время летних боев было набито масса танков, сотни стоящих в степи горелых островов. Почему не получилось летом, почему получилось осенью? Тут ответ практически очевиден, потому что румыны, поскольку осенью сковали крупные массы немецких частей в самом Сталинграде и соответственно на флангах были румыны, которые были слабее. Поэтому удар по ним, несмотря на 30% потерь в первый день, он оказался более результативным. Кроме того, немцы просели в численности по сравнению с летом. И если бы успели доехать к калачу боевые группы, которые бросил вперед Паулюс, то вполне возможно, что опять калачом было бы кладбище. Но успели быстрее. И самое главное, первоначальный прорыв, румын сокрушают и дальше уже несутся на полной скорости к калачу. И успевают до того, как... Потому что все неудачные бои осени это все же немцы. И кроме того, я в это уже не стал углубляться, в ходе операции Уран была неудача срезанием так называемой задонской группировки, когда попытались отрезать еще кусочек 6-й армии, находящийся на западном берегу Дона. 16-м танковым корпусом мы пытались срезать и ничего не получилось. Оборона прорвана не было, корпус понес большие потери, и эта задонская группировка позднее отошла на соединение с армией Паулюса и образовала западный фаскатла. Поэтому осенью 42-го года, где были немцы, там еще были проблемы. Вот уже летом 43-го года, там, где были немцы, там уже могли их ломать. А вот осенью были еще серьезные проблемы, и то, что сумели найти способ ударить по румынам, это стало достижением. Это изобретение конкретно Жукова с Василевским. Насколько я помню изначально на 34-х на проще танков было все очень печально с радиостанциями и радиосвязью. Для таких глубоких действий соответственно связь была нужна. Уже проблема была решена, или были какие-то значительные сложности выходить Второй вопрос по потере особенно безвозвратно. Вот, например, когда вы показывали по кольцу потери танковые, там в какой-то момент Черчилль аж разножиться успели. Это приехал 48-й полк. Сколько машин удалось остановить вообще? Какой был процент безвозвратный у советской части потери? Что касается радиосвязи. Строго говоря, основу давали все же радиостанции на автомашинах в составе танковых корпусов и танковых бригад. Когда радиостанции зачастую весьма дальнобойные монтировались на шасси автомашин и связь осуществлялась не с конкретным танком, а с штабом танкового корпуса или танковой бригады. Другой вопрос, что, например, передовой отряд шедший к калачу нуждался в радиосвязи и проблемы с радиосвязью оставались в том плане, что ее дальность была недостаточной. И с вырвавшимися вперед передовыми отрядами были проблемы. Собственно, такие же проблемы были у немцев. Но в целом ситуация улучшалась, хотя скачок качественный в отношении радиосвязи в советских танковых войсках произошел все же в начале 43-го года, когда действительно дали большое количество радиостанций им, танковому механизированному корпусу. И вот с этим количеством они уже воевали вторую половину войны. Осенью количество радиостанций было еще так скажем умеренным. Управление шло не столько даже по радио, сколько в том числе посыльными самолетами. И опоры на радиосвязь пока не было. И кроме того, в общем, это было вещью такой палкой о двух концах. То, что немцы могли пеленговать и действительно выявлять новые соединения по работе радиостанций. Поэтому радиосвязи опять же пользовались но с осторожностью. То есть до того, как вышли на исходные позиции мехкорпуса было полное радиомолчание. Что касается потерь. В целом за операцию Уран на всех участках фронта точнее Уран и Кольцо за наступательную фазу Сталинградской битвы было потеряно 2200 танков. Естественно масса танков была восстановлена и собственно очень много шло на ремонтные заводы и причина этого была в том, что на тот момент основным калибром у немцев была пушка 75 миллиметров. 75 миллиметров она не уводила танк без возврата. Вот когда появились тигры и орудия противотанковые 88 миллиметров, вот тогда стало много безвозврата. Кроме того, фустпатроны тоже давали много безвозврата. А вот на тот момент осень 42-го года и зима 42-го 43-го годов безвозврат был все же меньшим и то, что осталась территория контролируемая советскими войсками, там собрали массу танков и много пошло на ремонт заводы. То есть этот процесс продолжался где-то до мая 43-го года сбора, восстановления техники. Семь-святый метод помните ПАК-40? ПАК-40 и собственно пушки соответственно на танках Т-4 длиной там 43 калибра. Алексей, в описании боев на Черственном фронте вы упомянули о действиях мотоциклетного полка. Хотелось бы уточнить как это происходило зимой при таком снежном покрове. Во-первых надо сказать что снимки подлинные именно с операцией Уран начальной фазы они показывают что там не то что даже снежный покров там иной раз и какая-то пожухлая трава мелькает и отдельные островки снега. Поэтому мотоциклетный полк действовал в условиях довольно тонкого снежного покрова гладкой степи и в принципе на своих мотоциклах М-72 он вполне успешно разъезжал по пространству Чирского фронта. Нельзя сказать что он добился каких-то выдающихся успехов но тем не менее использовался результативно и получил гвардию. этот мотоциклетный полк восьмой стал третьим гвардейским и в дальнейшем тоже шел с красной армией дальше. Поэтому мотоциклы использовались обеими сторонами вполне успешно ввиду специфики условий то что был мороз легкий который сковал землю и можно было без проблем использовать любую в том числе колесную технику. Короткие вопросы а почему не перенесли на хорошую погону начало наступления? Коротенький собственно более уточнение по поводу этих 30% потерь на доброрыв интересует динамика даже больше восстановления успения восстановить нормальное какое-нибудь количество к собственно зимнегрозе то есть были потери на доброрыве настолько фатальными что все плохо и все таки это дорога играть во времени а потом восстановление этих танков все-таки нивеировало как-то собственно положительную розницу играть до прорыва или нет могли немцы собственно проваться из Таинграда уже после и такую логусь которую постоянно не дает покоя почему такая тотальная недооценка противника вроде бы уже был 41 год когда сначала немцы насильно недооценили потом мы недооценили то что немцы смогут восстановить оборону снова второй год и снова то же самое они недооценивают что у нас нет совсем и делов потом мы соответственно идем наступление недооцениваем кто они их подкинули почему не отложили начало урана на период хорошей погоды дело в том что к тому моменту уже успели переправить через Волгу главные силы механизированных корпусов к югу от Сталинграда соответственно в этих открытых степях где мало населенных пунктов и мало даже островков леса эти механизированные корпуса были бы вскрыты авиаразведкой противника собственно на руку советскому командованию немало степени сыграло то что мало было летных дней и немецкая авиаразведка не могла освещать все вокруг тянуть дальше и рисковать тем что эти мехкорпуса вскроют а то и по ним шарахнут авиации потому что на самом деле по сосредотачивающейся пяттанковой армии авиация удара наносила как говорится рихтгоф он не спал и смотрел за ситуацией поэтому дальше переносить сочли уже невозможным и вопреки приказу Сталина обязательно начинать с авиации хотя прямо скажем воздушные армии были малочисленными это была бы драка клюками инвалидов в воздухе решили начинать как есть и это было очень хорошо это я бы даже так сказал то что Василевский взял на себя ответственность это крайне позитивно казалось на ходе всей операции может быть даже не в том плане как он рассчитывал что касается поврежденных танков вот эти выбитые 30% относятся к 5 танковой армии которая шла с севера юго-западный фронт поэтому эти машины они участвовали не в отражении зимней грозы а в боях на Чире то есть к моменту когда в декабре пытались сбить вот этот Чирский выступ язык вытянутый в сторону 6 армии уже подвосстановили часть машин по крайней мере восстановили потому что видно динамика возрастания численности танкового парка и 26 будущего первого гвардейского и первого танкового корпуса что касается возможности прорыва в ноябре 42 года у немцев да были возможности прорыва поскольку если бы 300 тысяч человек 6 армии кинулись на 10 тысяч корпуса Вольского на внутреннем фронте окружения они бы его затоптали то есть понятно что это было бы избиение так сказать наваливание гор трупов силами мотострелков и танкистов но тем менее они бы его затоптали учитывая что танки у немцев все же были на тот момент но большая часть 6 армии это пехота поэтому пройти 100 километров по степи для немцев это было бы скорее всего самоубийственным маршем и технологию которая позволила бы им прорваться они все же придумали позднее я имею ввиду сползающий котел который использовался Хуби и Нерингом Хуби соответственно весной 44 а Нерингом в январе 45 года то есть вот это вот перекатывание то есть постепенное движение на запад оно пожалуй тогда было бы нереализуемо то есть тогда бы не имея опыта вообще действия в окружении всерьез Демианск это все же не то вряд ли немцы сумели бы катить 6 армию до Чирского фронта вот это перекатывание нереализуемо поэтому было бы просто прорыв который быстро превращается в хаос избиение большей части пехоты и разгром 6 армии еще более быстро чем он произошел в реальности поскольку сомжение боеприпасами обрезано орудия превращены в металлолом на первый удар у них бы нашлись силы а вот на дальнейшую борьбу это было бы просто побоище с дроблением армии по степи а так они сели по крайней мере на обвод некоторый достаточно жесткий советский построенный еще летом поэтому сумели продержаться дольше а так попытка прорыва да в хаос задонская группировка тогда бы умерла потому что она бы не успела переправиться и пойти вслед за основной массой пехоты ее бы скорее всего перебили но прорыв был бы там может быть меньше 100 тысяч бы прорвалось то есть это возможно так и последний вопрос был почему недооценка постоянно недооценка ну скажем так всегда каждый из сторон стремилась сделать на максимум возможного и трудно упрекать советское командование что оно стремилось достичь максимального результата лучше все же идти как говорится в маршевых колоннах и пытаться пока противник слаб добиться максимум что можно добиться чем потом эту же территорию освобождать с большой кровью поскольку это тяжелее и опять же люди тут психологический фактор играл все же после битвы под Москвой насмотрелись на то что творили немцы на оккупированной территории поэтому желание быстрее людей от этого избавить оно тоже присутствовало поэтому вот этот вот скачок Ватутина это объясняется в том числе и этим это нормальное стремление всегда старались достичь как говорится на грани возможного реального и не всегда эту грань удерживали переходили но это нормально а туман войны да туман войны регулярная недооценка и в том числе грамотных мер маскировки она имела место и у нас в 41 году когда мы получали Вяземские брянские котлы и у немцев позднее когда регулярно недооценивали противника и Сталинград здесь я бы так сказал скорее первое звено ну даже не первое может второе после Москвы звено чем что-то выдающееся это просто цепочка событий это происходило не раз не два и не три Вы в своей лекции упомянули дистанционно управляемые танкирки Боргвард чего они вообще использовались и второй вопрос были ли у Румын какие-либо протерланговые средства кроме тех которые у них задержали немцы что касается Боргвардов это были танкетки которые сгружали большой заряд взрывчатки 500 килограмм и подрывали его перед какой-то целью достаточно такая удобная цель была это прежде всего минное поле штатное использование атак немцы собирались их использовать для того чтобы подъезжать к домам к баррикадам в Сталинграде и подрывать их но до этого дело не дошло поэтому вот эти вот радиоуправляемые танкетки точнее машины их управления используются танкетки на Чирском фронте определенной информации нет но танки управления использовались просто как обычные линейные танки так и второй вопрос про противотанков естественно противотанков значит у румын штатно была пушка австрийской разработки но она годилась только там против Т-60 Т-70 а так немцы незадолго до вот этих событий операции уран снабдили румын своими пушками противотанковыми пак 97-38 которые стреляли кумулятивными снарядами их было в количестве до десятка на каждую румынскую дивизию и собственно они являлись основным противотанковым средством в румынской танковой дивизии тоже имелись вот как я уже говорил танки немецкого производства не только панцер-3 но и длинноствольные четверки то есть они тоже могли использоваться противотанковые но учения с ними первые состоялись за 6 дней до урана и всерьез освоить не успели так что противотанковые средства у румын были слабее что они смогли настрелять своими пак 97-38 что смогли и я бы так сказал скорее даже вот мины плюс противотанковые пушки позволили им хоть что-то сделать перед тем как фронт рассыпался перспективы использования телеградского железнодорожного узла все-таки немцы понимали что в городе уже несколько месяцев шли бои плюс годы прорыва они могли бы капитально использовать некоторые все-таки получается они этого задумки да безусловно немцы опасались использование красной армии сталинградского узла и достаточно посмотреть на карту чтобы понять почему даже если будут разрушены сортировочные мощности самого сталинграда воюет толпа воюет сотни тысяч человек поэтому восстановить просто железную дорогу не составляло большого труда вот если по ветке через сталинград ввести дивизии до котельникова и ввести горючего для этих дивизий через котельникова вполне можно нормально дойти до ростова не так как доходил ротмистров как говорится на последних граммах горючего со сливанием из машин подразделения в несколько машин передового отряда поэтому да немцы справедливо опасались использования этого узла и собственно заклание шестой армии ради этого узла оно спасало с точки зрения немецкого командования группу армии А и создавало предпосылки для формирования фронта обороны группы армии надежности советских танков к рассматриванию моментов в начале войны это было 100 часов на стенде в два раза меньше в реальности в конце войны наоборот при норме 300-400 часов находились рекордсмен перекрывающий в два раза а что было к осени к зиме к декабре 42 года к началу 43 года был достигнут рубеж в 150 часов в танке и собственно благодаря тому что подняли качество до приемлемого уровня на самом деле в 42-м в начале был провал по качеству серьезного танка к которому разбирались на самом верху но к осени это было преодолено и поэтому в том числе поэтому советские танки были способны пройти 100 километров с маневрами до калача и не сломаться то есть было не все еще хорошо но тем не менее надежность вышла на приемлемый уровень для проведения маневренных операций второй вопрос можно ли привести какие-то данные о скоростях марш-бросков уже в боевых условиях которые показали советские танковые соединения 50 километров за 2 часа не менее все же так скажем что темп наступления все же ограничивался в том числе и разведкой тем что нельзя было далеко отрываться от своих но 50 километров за день до проходили но это соединение именно не просто танк отдельный там танковая рота а соединение такое как механизированный корпус проходил 50 километров за день то есть вот это бросок после того как прорвали оборону механизированные корпуса долетели до железной дороги котельников сталинград там собрали 7000 румын ценой нескольких убитых 7000 румын пленных имеется ввиду ценой нескольких убитых вот это было примерно 50 километров за день при этом это происходило в условиях короткого зимнего дня то есть частично ночью местных жителей не было то есть была пустота пустая степь пустые деревни как бы с никакого gps и вот шли можно сказать практически за счет квалификации в чтении карты просто сумели пройти примерно 50 километров за день и вот благодаря этому успели к калачу советскому насколько серьезную роль в разгроме группировки Пауруса сыграл рейд 24-го танкового корпуса на станицу Тацинская насколько этот рейд был вообще оправдан потому что насколько известно там были у наших довольно большие потери в живой силе и осталось ли у корпуса после этой операции какая-либо матчасть да это речь идет про танковый корпус генерала Баданова рейд был Тацинская все же мне бы хотелось напомнить что это был аэродром это был аэродром самолетов Ю-52 то есть было два аэродрома Тацинская Морозовская на одном Хенкеле а на другом Ю-52 в основном и вот как раз Тацинскую там был устроен погром Ю-52 количество подавленных танками Баданова оно несколько преувеличено там успели взлететь но у немцев на ощутимое время вырвали этот аэродром и за счет этого вынуждены они были летать с более дальних аэродромов и кроме того с хуже оборудованных аэродромов это оборачивалось тем что например выбрали аэродром Зубова просто пролетел авиационный начальник вот здесь будет аэродром сделали аэродром Зубова плохо оборудованный советская авиация тоже не спала поэтому аэродром Зубова наносится авиаудар поскольку там нет нормальной зенитной обороны как в Тацинской погром Ю-52 на этом аэродроме и дальнейшее ухудшение ситуации снабжения поэтому рейд на самом деле изначально это был разумеется не рейд хотели занять Тацинскую хотели сдвинуть линию фронта дальше вперед но за счет прибытия резервов в том числе 11-й 6-й танковых дивизий контрударов Баданова вынуждены были отозвать то есть фактически дать разрешение на прорыв а так матчасть в корпусе осталась но осталась естественно меньшая часть из его штатной численности с которой он вступил в бой почти двух сотен танков то есть это был полезный рейд с точки зрения нарушения снабжения по воздуху не абстрактно как бы захват конкретно населенного пункта а именно разрушение системы снабжения сдвиг дальше на запад то есть немцам дольше лететь меньше берут грузов с худших аэродромов и ситуация все худше и хуже становилось для немцев у меня такой вопрос по поводу тигров у Манштейна есть такая информация что вроде как у него было один или два батальона и постоянно кто-то говорит что то они доехали до фронта то они доехали вот доехали ли они до фронта и какого мнения было о советских военных если они с ними встретились там можно сейчас определенно утверждать раньше были разночтения говорили что да в операции зимняя гроза участвовали тигры но это не так 503 батальон доехал под ростовом и доехал он туда в начале января когда уже все было закончено с операцией зимняя гроза она уже была свернута и даже уже началась операция кольцо но показали себя в полный рост тигры все же позднее то есть тогда под ростом я не встречал определенных указаний на то что их заметили то есть на самом деле советские брони советские танкисты даже как говорится профессионал не всегда замечали такую технику противника всерьез заметили я бы так сказал скорее под Белгородом в марте 43-го года и тигры уже скорее СС-овские вот их да их заметили с ними были большие проблемы тогда они прибыли вместе с 7-ю танковой дивизии большой роли тогда не сыграли вопрос про штурмовую авиацию в контексте как раз сражения ведь к лету даже не к лету а весной уже 42-го года немцы проявили серьезные реформы они сформировали первую штурмовую эскадру да плюс они формировали там в составе эскадры вооруженных пикирующими бомбардировщиками штурмовые эскадрильи на Хенше 129 на новейших штурмовиках да ну то есть они такой целый спектр штурмовых самолетов подготовили к лет 42-го года там и Мессершмитта 109 модернизированные штурмовики и в Хенше 126 и 129 плюс собственно говоря почти все штурмовые эскадры не штурмовые пикирующие бомбардировщики были переворужены новейшие Доры уже и 87 то есть серьезно повысилась у них мощность за счет применения что они пушками уже были вооружены и бомб несли больше советская штурмовая авиация в 42-м году тоже совершила довольно-таки большой скачок потому что в 41-м году еще полков на Л-2 было довольно мало то в 42-м уже значительное количество находилось вот в этом контексте вопрос есть ли какая-то информация по применению в том числе немецкой штурмовой авиации соответственно для того чтобы отбить вот эти удары советских механизированных корпусов во время урана и соответственно оборот советской штурмовой авиации против немецких танкистов которые пытались деблокировать что касается удара механизированных корпусов дело в том что усилия немецкой авиации ударной они были концентрированы на внешнем фронте окружения и там был достигнут успех у станицы Аблифская которую пытались атаковать кавалеристы а их соответственно сдерживали то есть там в этой станице находились румыны то есть костяк обороны составляла румыны не слишком устойчивы и сумели немцы остановить советских кавалеристов авиации это подтверждается в том числе нашими документами но это все же были не штурмовики скорее пикировщики то есть вот эти вот Е-87 Доры достаточно эффективно использовались за счет хорошей погоды этот прецедент подтвержденный так жалоб у советских танкистов на воздействие авиации противника в отличие например от лета 43-го года можно сказать нет то есть эффективность действия штурмовой авиации она до уровня там 43-45-го годов у немцев еще не дотягивала по крайней мере если и пытались то этого не заметили что касается советских штурмовиков тут следует констатировать что советской авиации наступающие в рамках зимней грозы немцы ну по крайней мере в тех книгах и воспоминаниях которые они писали они ее можно сказать тоже не заметили то есть воздействие со стороны авиации было настолько мизерным что в открытой степи они не встречали противодействия которое стоило бы с их точки зрения упоминания поэтому опять же по советским данным какие-то вылеты делались но вылеты возможно делались скорее на прерывание снабжения на удары по станции Котельникова а вот на поле боя вот под верхнекумским каких-то следов участия советских ВВС как-то не обнаруживается опять же авиация была все же была очисленной до уровня в тысячу самолетов воздушной армии дотянули летом 43-го 3000 самолетов под Берлином как 16-й воздушной армии которая воевала под Сталинградом об этом тогда еще не мечтали поэтому количество самолетов оно неблагоприятствовало тому чтобы добиваться решительного результата по крайней мере я не позиционирую себя как специалист по авиации тут скорее Дмитрий Борисович Хазанов сможет дать развернутый ответ но по впечатлениям которые чтение сухопутных документов эффект какой-то был не очень Вы говорили о системе ночной посадки транспортных самолетов что-то похоже было на X-Gerat вот эти вот прочие герат радио системы выдающие направления если можно не поподробно и соответственно второй связанный с сутком вопрос это ПВО-мех корпусов что-то вообще обеспечилось буксируется кида-зенит и пулемет в грузовике как оно должно было решаться и два вопроса наземные один Вы скажете что невысокое было достаточно заброневое действие ПАК-40 ну по крайней мере не такое что приводило сразу безвозврат в значительном количестве а у Пантеры там все-таки больше дольной энергии но другая пушка про нее можно подробнее и классический вопрос который я всегда сдаю это большой погон на Т-34 его введение в принципе производства а не боевое применение если вы не можете прокомментировать то и не надо что касается ПВО мехкорпусов действительно тем чтобы прикрыть соединение с воздуха заботились и это были зенитки то есть это были обычные автоматические пушки 37 миллиметров преимущественно которые тягали с собой тягачами механизированные корпуса в том числе это были пулеметы уже не было с четверенных максимов практически в войсках это были ДШК так что ПВО обеспечивалось именно этими средствами нельзя сказать что это ПВО было мощное то есть по крайней мере по опыту 43-го года от массированных ударов немцев оно спасало слабо но тем менее оно было что касается заброневого действия снаряда Пантеры по-моему разницы все же не было то есть тут количество переходило в качество все же при переходе калибра и насчет погона тут вопрос скорее все же может быть к ламицу который лучше знает этот вопрос я могу сказать что да была вот проблема погона насколько мне опять же известно одним из тормозов ограничителей сверху было наличие соответствующих станков которые да которые как опять же пишут в литературе я сам лично вот этих документов не видел поступили по Ленд-Лизу в 44-м году кроме как на Красное Сормово на остальные заводы Красное Сормово они были изначально видимо для производства с производства подводных лодок сняты а остальные заводы получили их по Ленд-Лизу в 44-м это задержка производства Т-34-85 была связана в том числе с наличием отсутствием этих станков вот это опять же мнение которое у меня сложилось о чтении не знаю там истории сайтовской танковой промышленности Ермова система ночной посадки по-моему это была система опять же хотелось бы уточнить это не система дальнего наведения вот когда система по радиолучу для бомбардировщиков это все же система куда более приземленного назначения на небольшой дистанции действующие скажем так детальную схему ее действия я так по памяти рассказать не могу но использовалась она сугубо для приведения к взлетную посадочную полосу самолетов транспортных бомбардировщиков Екенкель-111 на аэродромах это видимо некая может быть и комбинация с оптикой но как бы в трудах посвященных действиям воздушного моста на Сталинград об этом все пишут но не раскрывая детали то есть я со временем деталями интересовался но так вот за давностью времени уже вот именно это из головы вытрелось как бы в чем она конкретно состоялась и почему ее нельзя было там быстро развернуть у меня еще один вопрос связан с авиацией я видел информацию использую селеграции битвы широкол-2 в качестве тяжелых степителей для боли с транспорными самолетами что можете рассказать об этом да действительно для борьбы с транспортными перевозками немцев использовались все средства в том числе это и зенитки по дороге и истребители но я бы так сказал что штурмовики скорее случайно ввиду там обстоятельств сталкивались с транспортными самолетами противников в ходе боевых вылетов и их атаковали поскольку изначально мы их как истребители не учили как бы зная советскую систему командования я практически уверен в том что таких задач им просто банально не ставили бы ввиду того что сапоги должен точать сапожник а пироги печь пирожник поэтому это инициатива отдельных экипаж которые случайно сталкивались с транспортными самолетами противника в рассказе вы в рассказе вы применили про один валентайн собственно вопрос почему он был всего один ну как так так сложилось то есть так сложилось то есть поступило возможно больше одного но к осени остался уже один то есть это я могу только предполагать так сказать не зная его серийного номера и как его путешествие я предполагаю что это валентайн который отступал вместе с юго-западным фронтом к сталинграду и соответственно либо даже отправленный еще раньше из состава войск юго-западного фронта на ремонт в сталинград и будучи отремонтированным попавший в войска сталинградского фронта уже в период контурнаступления спасибо вот такой вопрос завершающая фаза вот победное наступление сетки восемь началось 19 ноября ноября месяц буквально незадолго до этого Гитлер выступает на очередной юбилей пивного пуча в ноябре и говорит о том что ну сталинград практически взят они взят только потому что мы не хотим большой крови и вот отдельные очаги мы должны вот этот термин часто переводится пульверизовать то есть наверное подавить артиллерии разница между событиями то есть вот этой напыщенной речью Гитлера и наступлением скуршающим наступлением советских войск там буквально ну дней 10-2 недели неужели немецкая сторона не предполагала ну даже не на теоретическом уровне а не фиксировала именно уже на конкретных мер на оперативном уровне прибытие советских войск концентрация корпусов переправка переправа их разумеется фиксировала ответ будет разумеется фиксировала однако здесь хотелось бы подчеркнуть я в принципе про это говорил но не застрял на этом внимание дело в том что советских наступлений в районе этого плацдарма оно было не первое и собственно предыдущие были отражены и поэтому немцы считали что это будет очередное наступление которое они отразят которое они отобьют то есть так же как отбили предыдущие с плацдармом вот этой 21-й армии там борьба за него шла с июля месяца ну будет еще наступление ну и что мы его отобьем они недооценили масштаб то есть они знали что что-то будет но думали что это что-то будет таким же как в сентябре когда оно закончилось полем заставленным обгорелыми корпусами Т-34 то есть они считали что они отобьются и основания так считать по опыту предыдущих боев у них были там действительно подтвержденным в том числе советскими источниками да были большие потери под Воронежем под Сталинградом то что немцы прореживали вот эти вот танковые атаки да они это умели делать и они считали себя способными справиться и выдержать вот так вот щит держали вот этот вот вдоль дона то мы этот щит удержим ну планирует что-то русский ну ладно мы с ними справимся а силу удара недооценили и поэтому это случилось плохое потому что Гитлер наверняка там ведомство Гелендоклад да русские там чего-то предпримут и русские там на центральном участке фронта что-то будут предпринимать ну да мы готовы мы встретим их в обороне и со спастертыми объятиями и сокрушим вот такие были настроения они недооценивали там к югу от Сталинграда они не увидели механизированные корпуса они не увидели юг вот именно южная группировка советских войск оказалась не вскрытой они не вскрыты а вот то что они не вскрыли масштаб да масштаб что это будет удар подсходящий а очередное наступление под Клёцкой ну и будет ну и с лета были такие расскажите пожалуйста подробнее по управлению кольца собственно когда начали выясняться данные что на самом деле окруженных немцев намного больше чем предполагалось были какие-то попытки смены планов в связи с этим были какие-нибудь разработки вроде оставить окруженную группировку там а всю эту танковую мощь кинуть допустим обрамовать фронты уже на других участках но я как понимаю все равно без данного взрыва наступления на Ростов не удастся а вот как раз на центральной части фронта средне тяжелых танков бы хорошо пригодилась вот какие были альтернативы как рассматривались почему отменения ну здесь хотелось бы сказать что операции кольцо для нее предназначалась армия Малиновского 2-я гвардейская которую в итоге пришлось бросить на отражение немецкого наступления с попыткой деблокировать поэтому позднее в мемуарах Рокоссовский совершенно справедливо говорит что вот у меня отобрали 2-ю гвардейскую армию это плохо она была свежая так бы мы Паулюса быстрее разбили поэтому действительно кольцо было отложено надолго то есть так оно началось не в декабре хотели высвободить силы действительно но если просто как говорится обнести вот эту толпу почти в 300 тысяч человек колючей проволокой то они периметр от колючей проволоки нам нанесут немалые потери то есть они будут мелкие вклинине и будут наносить потери тем отрядам маломалочисленным которые будут стоять на периметре поэтому задача раз за разом это было и в 44 и в 45 надо ликвидировать окруженные группировки что Познань что Сталинград поэтому вопрос так даже не стоял обнести заборчиком этот заборчик если он будет слабым то это обернется для нас потерям потому что это его будут бить постоянно ну представьте танковые дивизии в этом котле они выскочат дивизию какой-то расколошматит что это разве хорошо нет это плохо это потери поэтому лучше их раздавить пока есть силы и эти силы затем использовать на центральном участке фронта поэтому послали опять же как реакция на то что так много как много всего оказалось выяснилось уже после завершения кольца то есть на самом деле масштабы уничтоженной группировки оценили после того как она была ликвидирована после того как уже взяли паулюса там зедлица и прочих так как реакцию на то что попал зверь очень большой и кусачей было то что послали специалисты партиллерии Воронова что вот товарищ Воронов он у нас с гражданской войны партиллерии дайте ему дадим гидравлический пресс в лице массы тяжелых орудий там 2000 орудий которые он использует для того чтобы раздавить противника силовым методом с настрелом колоссальное количество боеприпасов и вот вот такая реакция и так реализовали собственно действительно стремились как можно быстрее высвободить войска Донского фронта чтобы использовать их против группы армий центр поэтому с началом кольца спешили но ввиду отсутствия резерв ввиду того что использовали только те силы те армии которые уже там были армия Малиновска ушла к Ростову да что можно было то и делали численность стрелковых дивизий была в общем не очень большой там 4-5 тысяч человек поэтому кольцо шло не так может быть бодро как хотелось быть то что бросили до танки в том числе компенсация и стремление беречь людей потому что да мы потеряем танки но зато сбережем тех людей которые опять же получили ценный опыт по сокрушению противников у меня вопрос по поводу введения вашего летнего 42-го года танковой армии советской танковой армии советской безлины то есть насколько они изменились по построению по своей архитектуре также по начальству составу насколько то есть те полковники которые выросли в этих боях проявили себя потом зимой стал генералом и высшее командование которые кроме группы ворона артиллерия там же присутствовала группа ведущих танковой вот и их влияние на операцию опять же ну подготовилась к лекции представлен книжку Иванова штаб армейский штаб там проскакивает книж что было у Жукова с Василевским непонимание с маршем авиации Новиков по применению авиации вообще во всей операции стратегической насколько это могло влиять также еще там добавлю там про румын у него упоминается что при подготовке операции были разведки скрыты взаимоотношения немцев и румын и немцы и румыны готовили танковый кулак который в связи с прорывами не успел не только мыши там поучаствовать но наша разведка тоже успела вскрыть и не успели сосредоточиться что касается сравнений летних и зимних то есть по сравнению с летом появились механизированные корпуса которые были более многочисленные более сильные мотопехоты вот это был большой шаг вперед но так основной прогресс который был достигнут это во-первых лучшая подготовка потому что летом в танковых армиях бросали все же свежесформированные бригады которые были обучены не очень хорошо я бы даже сказал совсем плохо потом некоторые просто взяли и расформировали то есть они даже не продолжили свое существование вместе с тем нельзя сказать что советские танковые армии изменились вообще принципиально и качественно то есть летом были проблемы другие то что пехот не поспевал то есть были свои своеобразные обстоятельства использования которые влияли негативно дело было не только в командовании дело было еще и в той спешке которой они использовались ахиллесова пята советских танковых войск это отсутствие полноценной гаубичной артиллерии на которой кстати жаловался Вольский который по итогам своего наступления попыток сбить немцев с вот этого внутреннего обвода который они заняли еще советского говорил что у меня не было орудий 122 миллиметра гаубиц я не мог крушить узлы немецкого сопротивления поэтому ничем продуктивным мои атаки не закончились вот это ахиллесова пята она осталась летом я бы даже так сказал что она осталась и в 43 году и в 44 танковые наши командующие танков они все как один жаловали что у нас нет тяжелой гаубичной артиллерии это Катуков жаловался и Баданов жаловался и что называется это был стандартным плачем советских танковых командиров с лета 42 года и до мая 45 года это осталось что касается квалификации танковых командиров то кто-то из них сильно вырос как танковый командир да и с самого начала на самом деле был перспективный это командир 13-го корпуса Танас Чишин например а вот если брать например Будкова командующий танковым корпусом первым то нельзя сказать что он был лучше например тех кто командовал танковыми корпусами летом 42-го года поэтому основная разница это все же разница в обстоятельствах применения то есть ответ уран удался потому что им руководили другие командиры он неправильный руководили но раз те же самые просто они попали в том числе в другие обстоятельства были лучше подготовлены не настолько спешно вводились в бой поэтому эффект от танковой армии одной в ноябре 42-го был больше чем от двух танковых армий в июле 42-го года при сохранившихся всех этих проблем неукомплектованность мотострелковых бригад это все конкретные обстоятельства 42-го года поэтому советское командование не расформировало танковой армии считало что это да это хорошо это круто что у нас есть танк в армии и даже после неудачи Лизюкова сказала нет не расформировываем управление все хорошо мы это используем поэтому тут не надо думать что в одном случае воевали дураки а в другом случае внезапно откуда люди были умными и грамотными часто танковыми командирами оказавшимся в разных условиях что касается румын вскрытия разведки длительное время находились на фронте и румынская танковая дивизия и 22-я танковая да и об их существовании да знали то есть советская разведка то что их вскрыли это да хорошо это в общем был бы странный если бы их не вскрыли план действий план действий как план действий тут его он всегда просчитывает план действий то он был как раз очевидно то есть происходит прорыв противник наносит контрудар это как бы в зависимости от его положения по нескольким вариантам а вот что мы не знали мы как бы действия просчитывались мне неизвестно о том что похитили как говорится румын в штабе планы перевели знали что они будут делать а вот что не знали так это что с Францией 6-я танковая дивизия которая могла там через 2 недели если бы уран отложили на 2 недели не дай бог то подперла бы оборону под Клёцкой свежая 6-я танковая дивизия и было бы я бы сказал гораздо кислее чем с 22-й и с румынами потому что свежая под командованием что бы не говорили энергичного командира который дорос до больших высот позднее к 45-му году вот это не знали об этом даже понятия не имели о том что через партизанский край к нам едет в эшелонах 6-я танковая дивизия партизан естественно не докладывали о том куда прибудет дивизии никто не знал да знали что вот будет противодействие это противодействие рассчитывали на него рассчитывалось на то что дальше будет еще хуже вот про это не знали ни сном ни духом поэтому спешили совершенно других соображений последнее вопрос по Черчиллю практически применение как они себя проявили как они проявлялись а дальше оценивались вот и второй вопрос по артиллерии собраны значительное количество спокойных был в принципе расход в день что касается Черчилля Черчилля их вообще испытали перед этим использованием и выявили не очень высокую надежность в том числе не очень высокую надежность ходовой части и в тяжелых достаточно дорожных условиях зимних операций кольцо оно естественно играло и нельзя сказать что были какие-то восторженные отзывы по крайней мере я не видел никаких восторженных отзывов что вот прислали английские танки они гораздо лучше чем наши а так первые на самом деле внятные отзывы это все же лето 43-го года когда Черчилля уже дольше повоевали насколько в операции кольцо они очень быстро как бы состачивались то есть 47-й за несколько дней танковый полк почти так сказать с 21 до 3 машин сгорел ну не сгорел там в основном пошли в ремонт 48-й тоже бросили в середине января к концу операции там 4 или 5 танков осталось и 21 такой опыт был накоплен и уже об этом докладывали летом 43-го года говорили да там машина хорошая там есть проблема с ходовой там в зимних условиях есть знаменитая история про подковал Черчилля правда это уже было несколько в других обстоятельствах позитивно оценивалось орудие но при этом говорилось а почему нет нему фугасных снарядов это видимо еще и какие-то проблемы снабжения которые вызвали вот эти вот вопросы такие риторические направленные в пространство потому что понятно что в основном приходилось Черчиллям воевать с пехотными целями в том числе и в операции кольцо потому что оставалось у немцев несколько десятков на всю 6-й армию боготовых танков и конкретно направление удара может 15 машин было может там еще десяток штук было это в общем все а что касается расстрел боеприпасов в тоннах вот это по памяти не скажу но расход Донского фронта опять же так вот просто по смысленному сравнению величин он превосходит в разы то что настреливал весь Сталинградский фронт летом 42-го года через два в следующем году Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова